всем привет друзья меня зовут давид и вы находитесь на youtube канале арста в моих руках huawei made 20 на made 20 pro обзор уже вышел и сначала посмотрите этот обзор а если вам этот телефон заинтересует то наверное даже и не стоит смотреть сторону другого замечательного телефона от huawei made 20 pro объясню почему очень коротко обзор конечно посвящен made 20 на мой взгляд это один из лучших сейчас флагманов вы те кто смотрит меня давно прекрасно знаете что я очень сильно критиковал huawei за то что в играх они проседают безбожно так безбожно как проседали флагманы наверно пять лет назад так же как проседают серединички но извините покупает там huawei p20 pro за сколько он там под 60 тысяч если не ошибаюсь стоил телефон который у тебя пусть в интерфейсе быстрый но в тяжелых задачах просто за счет не самого хорошего видеопроцессора мали проседал сейчас все значительно лучше так вот несколько слов почему мне made 20 понравился больше чем мы 20 про несколько причин первая причина это то что здесь есть разъем для наушников да мне это действительно важно и нужно может быть через несколько лет я вообще перестану пользоваться проводными наушниками но пока у меня их много это удобно и ну зачем лишать меня выбора я не против беспроводных но когда есть разъем это хорошо вторая причина то что в этом телефоне есть вырез а в made 20 pro классическая моно бровь притом она реально огромная я от них уже устал честно говоря здесь вырез с другой стороны вот в героя обзора в made 20 в обычном он чем-то напоминает также как вам плюс например тот же делает или другие китайские производители там опа вива но он здесь немножечко больше опять же справедливости ради можно скрыть его и на всех телефонах huawei делается это грамотно вы просто про него забываете но все равно зачем вот это блямба сверху понять не могу ну и кроме того выбирая между ними конечно у прошки есть свои преимущества это олед дисплей это чуть больше емкость батареи 4200 но все равно здесь у него изогнутый экран ложных нажатий кстати нет как у самсунга вот не смысле ложные нажатия у самсунга а в том что как у самсунга они сделали но все равно прошка стоит на 20 тысяч дороже обладает точно такой же камерой я не понимаю поэтому я откладываю ее в сторону я не готов переплачивать если бы я себе покупал телефон прошка безусловно хороший аппарат но обзор по обычной первое что хочется сказать наконец-то китайцы стали делать тонкие рамки потому что все мы помним какие огромные подбородки делали почти на всех китайских телефонах сейчас же и сверху и снизу и по бокам рамочки небольшие здесь диагональ экран вдумайтесь 653 но конечно это большая лопата большим пальцем дотянуться куда-то сложно но для такого огромного экрана притом этот телефон я с ним хожу несколько дней уже здесь моя сим-карта стоит и буду с ним ходить еще я договорился с huawei что отдавать его не буду месяц а то и полтора и после этого сделаю опыт использования еще обязательно такое что касается экрана полный порядок 10 ps матрица full hd плюс 2000 с небольшим пикселей на 1080 это дается там чуть более 300 это дается под 400 пикселей на дюйм это круто есть настройка цветовой температуры все как надо яркость достаточно ну ребят но это фактически флагманский телефон по цене фактически флагман вопросов нет что касается самое главное конечно для меня батареи 4000 миллиампер то же самое как huawei p20 pro работает воспроизведение видео в районе 12 часов на максимальной яркости кстати как ни странно это столько же сколько они нос к нос ушли вместе со старшей версии для меня загадка здесь экран чуть меньше в прошке здесь у лет дисплей но работают одинаково 12 часов режиме видео здесь батарейка 4200 возможно дело в прошивке самое главное что в живом использовании разрядить его за день вообще нереально но батарея дает о себе знать плюс новый процессор у меня стойкое ощущение что если даже вы телефоном пользуетесь достаточно активно на два дня растянуть именно этот аппарат вполне можно что касается камер ребят я уже в каждом обзоре перечисляю все это одно и то же я конечно перечислю но мне хочется сказать самое главное самое главное снимает аппарат очень хорошо вы видите примеры фотографий на экране кроме того я вам категорически рекомендую посмотреть пруфы оригиналы с этого телефона в том числе и ночные съемки в том числе видео full hd и 4k сами камеры 12 плюс 16 плюс 8 мегапикселей плюс 24 мегапикселя качество плюс 24 мегапикселя фронтальная камера по ним могу сказать только хорошим мало того когда я устраивал голосование в группе вконтакте ссылка на него кстати будет под видео кому интересно добавляйтесь там анонсы новинок там интересно ламповая атмосфера если можно так сказать официальная группа вконтакте так вот большинство из вас проголосовали что мы 20 снимает лучше около 60 процентов но это с одной единственной фотографии посмотрите их много сравните с google пикселем excel первого поколения сравните с made 20 сравните с made 20 pro и даже с made 20 lite вот эти аппараты made 20 pro и made 20 lite снимают одинаково мало того они снимают по моему точно так же как и снимал huawei p20 и p20 pro прогресса нет но там снимки были отличные здесь явно не хуже и это хорошо потому что бывает иногда наоборот несколько слов о внешнем виде телефон стеклянный но ощущение от стекла знаете как будто это пластик разумеется это стекло и кстати скорее всего это из-за специального покрытия которое не дает телефона скользить но чудес нет бампер лучше одевать бампер конечно корявинки но все-таки спасибо что в комплекте его положили без бампера телефон смотрится классно такой насыщенный приятный цвет единственно вот это блямба как базука шайтснеггера реально нет я ее ругать не буду это лучше чем выпирающие камеры стиле али айфон где-то справа в правом углу когда телефон у тебя качается когда ты получишь на стол здесь три камеры и вот эта вспышка но привыкнуть нужно сканер отпечатка в отличие от старшей модели здесь есть на спинке в старшей модели он встроен прямо в экране и конечно есть разблокировка лицом правой стороны достаточно интересно сделали красную кнопку включения и кнопки громкости сверху разъем для наушников звучит во кстати по-моему даже лучше звучит чем звучал на тех же по 20 или на хонорах каких-то или на чем-то еще вот я звуком протащился на одних и тех же наушниках мне кажется звук они улучшили либо поставили какой-то какую-то обработку есть инфракрасный порт есть дополнительный микрофон снизу у нас динамик и разъем разумеется тайп си и микрофон ребята это однозначно лучше чем по серия качестве звука звук меня теперь окружает я на нем все пересматриваю уже четвертый сезон смотрю уже пятый раз этот сериал во все тяжкие звук меня теперь окружает я не побоюсь сказать возможно это лучший звук мне не заплатили huawei чтобы я сейчас хвалил но звук реально классный я прям протащился я смотрю с него сериалы без наушников и звук меня окружает молодцы улучшили ну и как говорится вишенка на торте ребята процессор все те кто меня смотрел повторю знаете как меня бомбило грубо говоря ну аналогию проведу не хочется затягивать обзор но смотрите вы купили недешевую машину дорогую машину черт подери это не гоночная машина это машина но она высокого класса и вы поехали куда-то в горы вы едете один все нормально но вы посадили своих друзей свою допустим семью вас 4 человека в машине ничего криминального ну еще багажник забили едой и вы едете на такой дорогой машине и у вас уже движок уже не тянет хотя вы извините отдали двое больше чем мы могли бы купить какую-то не жигули конечно и машина не едет здесь то же самое а вы возьмете даже вот не хочется сяоми сравнивать но возьмете что-то на снэп дрэгоне в два раза дешевле а там едет машина вы ее загрузили она едет понимаете вот в чем моя была нападка на huawei за то что они делали свои процессоры и ставили этот же процессор и в относительно недорогой honor и в дорогущих huawei по 20 pro здесь эту проблему решили действительно решили танки притом могут проседать до 48 я посмотрел но это фигня иногда когда вокруг много врагов сражение идет но все равно это круто и папка мобайл он может быть не так и классно идет я бы сравнился снэп дрэгоном 710 я понимаю то что еще с рассказывание всем нужно но теперь по сравнению с кирином 970 кирин 980 и стал лучше производительней и я это вижу в играх я не одну катку уже на пабге прогонял на максимальных настройках все-таки 845 еще лучше будет но ненамного они подошли уже вплотную и это заслуживает уважения они реально молодцы 6 гигов оперативки 128 гигабайт встроенный многое про него вам рассказал мне мои эмоции совершенно искренне радостные я вижу что не только в процессоре в производительности стало лучше по антуту если вам интересно 270 тысяч баллов ну наплевать на этот тест самый главный телефон стал работать быстрее у меня нет к сожалению здесь по 20 или по 20 про чтобы показать но я тестирую по несколько телефонов в неделю я вижу эту разницу он быстрее открывает приложение быстрее открывает вкладки в браузере быстрее открывает все перелистывать они все сейчас перелистывают быстро вот эти рабочие столы но я вижу скорость работы она выросла опять же по сравнению с предыдущим поколением хонорами и huawei и это здорово и повторюсь внешний вид телефона он прекрасен не такой скользкий как я ожидал но все равно в некоторых ситуациях стеклянный телефон есть стеклянный телефон весит 189 грамм кстати батарея хорошая камера отличная производительность хорошая внешний вид отличный как таковых единственное что еще 20 про что может сподвигнуть вас его купить если вам наплевать в принципе на наушники это конечно водостойкость и этот телефон можно подключить к монитору транслировать на экран и использовать его в качестве мышки прошку с п20 такой возможности нет у него нет водостойкости здесь водостойкость здесь нет и конечно же все эти бесправдные модули и на си например здесь конечно есть gps глонас бейду полный порядок очень многие раздражались на меня ругали и не только мои нападки были за процессор но вот сейчас вот сейчас вот я вижу это вот уже интересно браво huawei на этом у меня все как всегда желаю будьте здоровы будьте успешны будьте позитивны если нравится то что я делаю ставьте лайк если не нравится дизлайк будет позже обзор опыт использования этого телефона у меня на этом все счастливо а